Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Редмир, второй сервер, всё как всегда. И сегодня у нас будут перекупские дела, но уже в сфере домов. Сегодня я вам покажу, как я продал свой дом на 8 мест, который я словил в предыдущей серии. Также купил дом на 2 места, после чего его продал. Также словил дом на 5 мест. Ну и, конечно же, как мы без тачек можем. Я ещё купил 2 хворика и продал, и купил тачку Мишты. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика, я хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой промокод, который находится в описании ролика. Если ты ещё не играл на этом сервере, при регистрации вводи его, и при получении 3 уровня, ты получишь 20 тысяч долларов. Итак, давайте начнём с домов. Сейчас я покажу, как я продал дом на 8 мест, как я купил дом на 2 места по низкой цене, как я словил дом на 5 мест с очень низким госом, прям пипец каким низким госом. А также, как я продал дом на 2 места. Стоим, короче, возле дома моего. Вот, парзивал. Что-то хочет его купить за 90. Почему я его решил продать? Потому что, ну, комиссия реально кусается. И 8 тачек я не забываю. Так что можно его слить и купить какой-то дом на 5 мест с гоской там 36-40 тысяч, и мне вполне хватит. Сниму с баланса все бабки. 5 500. В принципе, улетело мне 2 200. Продать. Я же понимаю, вот здесь. Игроку. 180 и 90 тысяч рублей. Я не знаю, это дорого, дёшево. Это второй игрок, который написал мне, что купит этот дом. И с этого дома я просрал, считайте, 22 200. Класс! Ночное включение перекупа Эвана. Нинтай сейчас будет мне продавать дом на 2 места всего лишь за 35 тысяч. За 35-140. Подтвердить. Пацаны, я это не хотел снимать. Я только что строил дом. 25 тысяч гос. 5 мест. Охуеть! Давайте сразу закинем на баланс. Ну, 5 тысяч. Я в шоке. Я просто в шоке. Этот дом стоит около сотки. Охренеть. Продать. Игроку чуть государству не продал. 146. 42 тысячи. Продать. Благодарю. Удачи. В домаме пока что всё. Пытался словить вот 3 или 4 ночи подряд. Ничего не вышло. Буквально в одну ночь слетело 3 дома, от которых я был слишком далеко. И больше ничего не слетало. Надеюсь, скоро слетит что-то годное. И мы запишем ещё пару видосов. А теперь пора приступать к моим любимым автомобилям по типу Хуракана. Это мой пятый и шестой Хуракан. Так, пацаны, появился сочный вариант для Хуракана. Давайте посмотрим, если что, заберём. Ну, если он будет там хорошим владельцем, то можем забрать и за 205-210. Ксенон, мат, рек, подвеска, пневмо есть. Стробоскопы есть. Двигатель нет, нитра есть. Сигнал полицейский нет. Нет. Радар-дотатор есть. Пневмо есть. Цельбу есть. Пневмо без ключ. Стробоскоп. Всё. За 210 он готов. Предлагаем. Подожди, 210 же верно. Верно. Всё. Ещё один Хуракан. Хуракан приехал вот такой охуенный. Конечно, морды у него нету, перфоманты. Но это сейчас винилом просто добавим юпочку чёрную и будем говорить, что у нас как бы ФТ. Гоу. Четвёртый владелец. Полицейский сигнал, да. Стробоскопы, да. Заглушки РБ, да. ЭБУ, да. Радар-дотектор, да. Нитра, да. Пневмо-подвеска, да. Рег-подвеска, да. Типа, краски стандарта. Готов к обмену. Погнали. У меня есть три Хуракана, больше я купить не могу, к сожалению. И едем забирать пакеты с налом. Так, пацаны, с вами этот Хуракан. Кстати, красный Хурик смотрится прикольно на фрештайнерах. Вот если жопы смотреть перфоманты, если сморды, ну такое, согласен. Четыре владелица обновляем. А, я уже пятый. Обновляем за 100 кредитов. Теперь этот Хуракан просто резко вырез в цене. По крайней мере, пацаны, смотрится. Плюс-минус, если хотел сначала вот эту перегородку сделать, то она не выходит. Я растернул его по периметру, и в Хуракана вот здесь получается цвет обычный, а вот здесь всё чёрное. Поэтому я сделал вот такую вот чёрную фигню. Смотрится стиль, кстати. И всего лишь стоит 500 долларов. Так что давайте покрасим, и люди будут думать, что у нас реально фуловые перфоманты. Сейчас я заспавню фуловые перфоманты, и увидим, в чём же разница. Перфоманты и не перфоманты. Здесь карбончик идёт, и вот такой вот загогулино, вот. А вот здесь нету. Но я плюс-минус к той же полости просто покрасил как бы Хурик. Ну, перекупские методы, чё сказать. Садимся, летим на бу продавать. Так, пацаны, принц покупает у меня Хуракан, который красный, который я обнулил по владельцу, который без переднего бампера. Вот, за 230 тысяч. Всё, пацаны, 230 тысяч за Хуракан улетело. Удачи. Погода. За 180, блядь. Погода за 180. Реально. Это капец, пацаны. Просто продаю Хуракан за 218 тысяч долларов. Это пи***ц просто, как мало. Ладно, это вроде это. Да, вроде это. Это самый хреновый просто Хуракан, который мог быть у меня просто в гараже. Он вроде фатешный, вроде на расширениях, на дисках, да и т.п. Ну я его, пи***ца, продавать. Отвечаю, я его уже неделю стоял, за него тупо никто не спрашивал, никто ничего не писал. Полнейшая дичь. Если брать Хуракан, то только перфоманты. В принципе, две темы мы обошли. По фастрану заработали на хуриках, заработали на домах. А теперь давайте перейдём к тому моменту, где я купил тачку Мишты. Вот есть такой вот чел. Вот этот, блядь, со скелетом. Написал мне он утром сегодня в инстаграм. Мол, на БУ есть ГТР, который ты хочешь. Нисма. Я думаю, о, заебись, сейчас зайду. Заберу. В итоге он... Я захожу и вижу, как он уже на ГТРе. Я думал, он стебается и типа забрал у меня ГТР типа из-под носа. Я такой думаю, бля, ну зачем ты это сделал? Он говорит, я тебе взял. И тут я понимаю, я просто нахера, я теперь пятый владелец ГТРа. ГТР, который я хотел, Нисма, вот такой. Он, конечно, ещё матовый, такой ку**ченный, но диски ещё плюс-минус. Пойдут, конечно, на Нисма, не такие должны быть диски. На нём должны быть диски, похоже, на Волк. Но посрай, давайте садимся в него. Кстати, в нём бензина ещё нет, да. Пятый владелец. Зачем мне ГТР, блядь, пятым владелецем? Зачем? Я его потом в БУ слил. Я не хочу 100 долларов, 100 кредитов тратить на его обнуление. Потому что это бессмысленно. ГТР это вообще бессмысленная тачка, потому что ты на БУ ГТР берёшь дороже, чем его можно взять с рук. Но он должен ехать. Только сколько он должен ехать, я без понятия. Заправлять его буду, конечно же, 95-м плюсом. Но сегодня на Радмире прям цены на бензин прям пипец. Они там буквально, вот бензин по 10 долларов 95-й. 95-й плюс по 22 доллара, пацаны. Люди вообще офигели, типа. В ЛВ 21, в ЛС 20, здесь 20, сколько? 23, я говорил, да? Это капец. Тут заправились на 52 доллара. Давайте... Я не помню, у меня был когда-то давным-давно ГТР. Я уже не помню, какая у него максималка. 323 на 95-м. То есть, где-то он 340 поедет на 95-м плюс. Ну, бля, не особо то, что хотелось. Но я его беру из-за того, что... Это просто охрененная тачка. Это просто мечта. Вот реально, вот это мечта прям. ГТР Нисмо, это прям вообще жёстко. Он, конечно, переоценён. Но можно как бы купить обычный ГТР и заказать пакет на него Нисмо. И это будет, конечно же, идеально, как по мне. Но также мечта, это 17-й год ГТР. Ну, он красивый, но не так мне он нравится, как второй рестайлинг. Вот второй рестайлинг, это прям зашибись. Там ещё синенький второй рестайлинг стоит на БУ. Прям такой, как я хотел. Не знаю, может, я сейчас упорюсь и поедем ещё тот купим. Да, матовая за 8. Я хотел глянец. Вот, он на глянце вообще идеально. Матовый хамелеон, ну, такое. А хамелеон просто 80 тысяч, капец. Ещё здесь музыка, она всё играет. Короче, есть какая-то смена, какие-то белые квадратики. Чё-то такое без понятия. Наверное, может, тонер, хз. Я не хочу синий ГТР. Это Нисмо должен быть только белым. Вот только белым. Чёрным, вот кто красит, это капец. Вот Нисмо, как по мне, должен быть только белым. Только можно его сделать такой не прямо аж белый, такой грязно-белый. Давайте его сделаем вот таким принципом. Энтер, подтверждаем для нашего действия. Короче, дня три назад я выкупил одного пацана номер. Конечно же, украинец, конечно же, с моего региона. Вот такой, в принципе, номер я взял. Вот он у меня есть. Вот, ВВВ и Вэшки. И это вообще офигенно смотрится. Типа и Вэй, и восьмёрки. Но давайте чисто попытаем удачу. И какие-то украинские номера попробуем достать. А вот мы повесили номерной знак. 78, 57. Ну, херня, херня. Давайте ещё. Давайте четыре раза, вот как раз на косарь заправимся. АВ, удалить. 8174. ВР, кстати, моя типа-типа коллекция. Херня. АВ, установить, удалить. 317АО, ну, было бы это жизнь реально. Было бы ещё нормально. Вот, АВ. И давайте последний раз. Просто последний раз. 7042Х. Ну, короче, пацаны, это нереально. Отсюда что-то выбить офигенное. Чтобы хотя бы три символа было одинаково. Я на это взрал 50 тысяч. Вот, года... Год сколько? Года полтора назад я вот такой гитар. Только у меня был на расширениях, на рокетбане. Я стоил в БУ за 40 тысяч. У меня было ещё 50К. Я пошёл на кабан, ловил номер. Отсюда, с пункта выдачи номеров. Я ничего не словил. Так что смысла от этого вообще нет. Поэтому давайте поставим мой номер. Вот сюда. Получается, ввешки, как восьмёрки. И смотрится офигенно. Типа, бесконечность. В принципе, в ГТРе всё, что я хотел, я сделал. В принципе, на этом всё. Вот такой вот видос вышел. Где мы купили пару домов. Некоторые продали. Продали два Хуракана. Заработали много денег. Купили ГТР. Протюнили. Купили красивый на него номер. Надеюсь, тебе этот видос зашёл. Также напиши, пожалуйста, в комментариях. Ловил ли ты когда-то дома на Редмире? И словил ли ты хотя бы один дом? Мне будет очень интересно почитать. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.